Правильно. Правильно. Да, нормально. Никакого треугольника. Какой треугольник? Ну, двух человек называют папами. Ну, и хорошо. А что переживать-то? В смысле? Что, нечестно? А, вот. Вы не понимаете? Сейчас объясню. Вот смотрите, кто такой родной отец? Человек, который отдал кровь своему ребенку, он воспитывал его, он ему давал знания, это родной отец. А тот, кто зачал, это на втором месте. Родной тот, кто отдал жизнь человеку, а не тот, кто просто зачал. Пытайтесь это понять. Кто такой родной? Если вы этого не поймете, тогда не будет счастья в вашей жизни. Если вы этому ребенку, которому кровь отдал человек какой-то всю свою жизнь и судьбу отдал, вы ему скажете этому ребенку, что это не родной для него человек, вот тогда вы ему занозу в сердце влепите. И за это будете отвечать потом перед Богом. Кто родной человек? Родной тот, кто отдал судьбу свою человеку, а не тот, кто просто его зачал. Вот теперь я вам вопрос задаю, я вам вопрос задаю. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Вот когда человек зачинает, всегда ли он зачинает ребенка? Или он, может быть, просто сексом занимается в это время? Да не бывает, а в основном так и бывает. Тогда вопрос заключается в том, а почему же тогда ребенок все-таки появляется в этот момент? Знаете почему? Потому что Бог так захотел. Человек не может зачать ребенка, это невозможно. Некоторые люди всю жизнь зачинают и не зачинаются. А некоторые как пулеметы зачинают от разных женщин. Та-ра-ра, та-та-та-та-та-та-та, и все зачалось нормально. И что, это означает родной? Родной – это тот, кто отдал свою жизнь ребенку. Это родной. Все остальные неродные. Понятно, нет? Система. Это правильно так мыслить. Правильно.